Прошедшая неделя ознаменовалась проведением пятого съезда Национальной палаты предпринимателя Атамикен и целым рядом других мероприятий, предшествовавших ему. Сверяли часы женщины-предпринимательницы, подводили итоги работы проекта «Бастао», также наградили авторов лучших бизнес-проектов. Что еще происходило с казахстанским бизнесом, обсудим в очередном выпуске проекта «Бизнес и закон». Я Константин Харламов. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Свободная ниша. Как Атамикен помогает не только открыть, но и развивать свое дело. Мозговой центр женского предпринимательства. Отечественных бизнес-вумен обеспечат доступными финансами. Дружба соседей, бизнес-омбудсмены Казахстана и Узбекистана договорились работать вместе. Хочу еще раз поблагодарить правление Национальной палаты за прекрасную подготовку съезда, проведение съезда. Мы действительно в течение этой недели провели различные мероприятия и подписаны соглашения, проведены обсуждения с нашим квази-государственным сектором. Соблаев Собеговичем мы вчера обсуждали с правительством всю повестку дня, которая сегодня стоит. Конечно, мы сегодня собрались для того, чтобы обозначить те направления нашей деятельности, приоритеты среднесрочные, чем будет Национальная палата заниматься. Все обобщено, все на повестке дня обсуждения различных государственных органов. Все эти вопросы будут на контроле правления и президиума. Поэтому, уважаемые делегаты, хочу вас поблагодарить за участие в работе съезда, за поддержку деятельности Национальной палаты Атамикен, поблагодарить членов региональных дирекций, поблагодарить наши региональные советы, представителей ассоциаций, которые здесь присутствуют, за ту плодотворную работу, которую мы в рамках Национальной палаты ведем. Я действительно думаю, что мы сегодня все почувствовали, что уровень дискуссии возрос, уровень профессионализма принимаемых решений высокий. Правительство чувствует квалифицированного партнера в диалоге. И я думаю, это та задача, которую и глава государства перед Национальной палатой поставил, и мы сами, как бизнес-сообщество, поставили перед Национальной палатой. Поэтому хочу вас всех поздравить с успешным проведением съезда, пожелать вам успехов и до новых встреч. Спасибо. В рамках форума Национальной палаты предпринимателей Атамикен «Верховенство закона. Гарантия устойчивого развития экономики Казахстана» состоялось подписание соглашения между Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Булатом Полымбетовым и Уполномоченным по защите прав и интересов субъектов предпринимательства при президенте Республики Узбекистан Дельбуродом Касимовым. Документ предусматривает сотрудничество двух стран в вопросах защиты прав предпринимателей и обмена информацией. Стороны настроены на работу по улучшению делового климата, на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Работа будет построена на принципах конструктивности, прозрачности, эффективности их деятельности. Предусмотрена и консультативно правовая помощь в правильном применении национального законодательства государств, участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях. Уважаемые участники форума, позвольте прежде всего поздравить вас с пятилетием Национальной Палаты Атамикен. Сегодня ни в одной стране на бывшем постсоветском пространстве нет такой организации, как Атамикен, которая объединила всех предпринимателей страны. Палата заслужила доверие предпринимателей и показала эффективность своей работы. Также разрешите еще раз поприветствовать нашего гостя, уполномоченного предпрезидента Республики Афганистан по защите прав и законных интересов субъекта предпринимательства Касимова Дельмурада Султану Муратовича и поблагодарить его за принятие приглашения посетить нашу страну. Работа по защите прав наших предпринимателей ведется, как вы знаете, и на международном уровне. Как вы знаете, как сейчас было сказано, в прошлом году мы подписали соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве между бизнес-лабусменами Казахстана и России. Сегодня можно смело сказать, что это соглашение уже действует, потому что совместными усилиями уже защищены права субъекта предпринимателя, как казахстанских, так и российских предпринимателей. Узбекистан для нас является одним из важных экономических партнеров. За коды сотрудничества создано более двух тысяч совместных казахско-узбекских предприятий. Буквально недавно прошел форум межрегионального сотрудничества в городе Шимкенте. Продвижение приграничных и в целом межрегиональных экономических связей является одной из важных задач как Казахстана, так и Узбекистана. Сотрудничество в сфере защиты прав предпринимателей имеет огромное значение для предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на территории наших братских стран. Я хотел бы поблагодарить уважаемого господина Поломбетова за ту оказыванную честь, которая сейчас стала моего прибытия в Республику Казахстан. Хочу отметить, что мы с нашими казахстанскими коллегами задолго до сегодняшней встречи уже осуществляем сотрудничество в сфере защиты прав предпринимательства. Инициатива нашего президента принята пятилетняя стратегия развития Узбекистана, которая притворилась в жизнь и показывает свои результаты. Узбекистан полностью перешел на свободную конвертацию национальной валюты, а также устранены барьеры на покупку иностранной валюты. Также отменен изжившийся порядок по обязательной продаже валютной выручки, поступившей от экспорта товара и слух. Гарантированы вкладываемые инвестиции и потеряции прибыли. Снижены импортные таможенные платежи, а на некоторые товары полностью отменены. Сокращение 42 лицензированных видов деятельности и различительных процедур в сфере предпринимательства. Быстрыми темпами создаются благоприятные условия для развития электронной коммерции в стране. Внедрение новых механизмов и процедур реализации товара и услуг посредством сети интернет. В соответствии с поручением президента Республики Узбекистан разработан проект концепции по коренному реформированию налоговой системы, предусматривающей уменьшение налогонагрузки и снижение ставки НДС, унификации и отмене ряда товаров и обязательных платежей. В соответствии с законодательным актами создан принцип приоритета предпринимателей во всех сферах взаимоотношения государственного органа управления. Существенно повышена ответственность должностных лиц за нарушения, допущенные ими в отношении предпринимателей и частной собственности. Выступая перед участниками форума, председатель правления нацпалаты Аблаймар Захметов отметил, что за полторы года существования проект Бастау доказал свою состоятельность и завоевал заслуженную популярность участников. Тысячи людей смогли обучиться, чтобы открыть своё дело и пополнить ряды бизнесменов. Бастау появился в стране из-за отсутствия аналогичных инструментов поддержки, заявил Марзахметов. Именно в сельской местности, несмотря на действующие госпрограммы в сфере АПК, не хватало стартовых возможностей для рядовых граждан по обучению и льготному микрокредитованию. Основная задача Бастау – помочь открыть свой бизнес. Мы предлагаем в каждом селе находить попечителей. Перед нами стоит задача определить и вырастить таких менеджеров, которые смогут стать лидерами, объединить и повести за собой увлечённых людей. Среди тренеров Бастау есть достойные кандидаты. Для этих целей мы подготовим и в ближайшее время презентуем специальную программу. После обучения и защиты бизнес-плана участникам необходимо найти источник финансирования, то есть получить микрокредиты. Например, чтобы открыть самую маленькую парикмахерскую, нужно немало средств. И если раньше их было не достать, то есть сейчас и знания, и деньги. Поэтому перед нами стоит очень важная задача. В своё время наши предки-батыры героически защищали и смогли сохранить нашу землю. Сегодня наш героизм и наша миссия состоит в том, чтобы сохранить это наследие и развивать государство, а для этого открывать бизнес и вносить свой вклад в экономику. Впрочем, обучать будут и деловых женщин Казахстана. Так, председатель Совета деловых женщин Атамикена Лезат Рамазанова объявила о создании фонда поддержки женского предпринимательства. Почему мы приняли такое решение? Потому что, ну, я уже имею тоже большой опыт работы в банковской деятельности, вижу, что наши женщины, они всё-таки более ответственные, более финансово дисциплинированные, более финансово, наверное, грамотные, технически подкованные. Извиняюсь, конечно, но это факт. Сегодня тренды мировые предпринимательского сообщества в целом говорят о том, что та страна, которая имеет очень сильный малый и средний бизнес, та в форварде событий. Сегодня Казахстан занимает, тоже входит в пятёрку лидеров и опережает такие страны, как Соединённые Штаты Америки, Япония, Германия. Институт бизнеса Мбуцмана был учреждён указом главы Узбекистана в мае 2017 года. Он должен способствовать внедрению новых механизмов эффективного диалога между субъектами предпринимательства и государственными органами, созданию дополнительных гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Сам Дилмурот Касимов был назначен на эту должность 28 июля 2017 года. Уже сейчас в Узбекистане происходят существенные изменения к лучшему в плане ведения бизнеса. Власти пришли к тому, что успешный бизнес – это залог экономического развития страны в целом. Встреча с казахстанскими бизнесменами в посольстве Узбекистана в нашей стране показала высокую заинтересованность работать совместно. Договорились вместе защищать наших предпринимателей на территории Республики Казахстан и на территории Республики Узбекистан. Позвольте мне рассказать и презентировать вам о текущих экономических реформах в Узбекистане и существующих возможностях для иностранного капитала. Другими словами, почему сейчас самое подходящее время для инвестиций в Узбекистан? Прежде всего, позвольте мне рассказать несколько фактов о самой стране. Мы занимаем территорию почти 450 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с размерами Испании или Германии. Население более 30 миллионов человек. Это сопоставимо с населением Калифорнии, а также является самым большим показателем Центральной Азии. Население сосредоточено в нескольких крупных городах с относительно высокой плотностью для регионов. Большинство населения страны свободно владеет тремя языками – узбекским, русским и английским. Огромные запасы минеральных ресурсов, особенно драгоценные металлы, нефть и газ, плодородная земля с различными зерновыми культурами, фруктами и овощами. На сегодняшний день развитие предпринимательств в Узбекистане является самым мощным драйвером последовательно экономического роста. Делая вывод, можно сказать, что Узбекистан обладает огромным экономическим ресурсом и человеческим потенциалом, что делает его особо привлекательным для ведения бизнеса и инвестиций. Сейчас самое время инвестировать, потому что бизнес-климат в стране быстро меняется в лучшую сторону, а экономика набирает темпы роста. Введение бизнеса становится проще. Первое привлечение иностранных инвестиций определено в качестве ключевого приоритета для страны. Приверженность либерализации, вопросы курса валюты и репатриации прибыли уже решены, инвесторов ждут привлекательные льготы и стимулы. Это не просто слова. Узбекистан поднялся на более чем 60 позиций в рейтинге наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса Всемирного банка, и мы продолжаем над этим работать. Экономика растет с поразительными темпами. Топ-5 самых быстрорастущих экономик мира с диверсифицированной структурой. Инвестируйте сейчас и поймайте волну. Обильные природные и трудовые ресурсы. Это третье место по величине в СНГ. Стабильная и предсказуемая политическая, экономическая и инвестиционная среда. В Узбекистане проживает 32 миллиона человек, что делает нас крупнейшей потребительской базой в регионе. Принимая во внимание объем соглашения о свободной торговле, товары в Узбекистане могут иметь доступ к рынку почти 300 миллионов человек, что больше, чем рынок Бразилии или Индонезии, и немного меньше, чем США. Кроме того, Республика Узбекистан предоставляет режим наибольшего благоприятствия 46 странам мира, в соответствии с заключенным двусторонними договорами о взаимном сотрудничестве. Как известно, режим наибольшего благоприятствия предусматривает представление таможенных льгот, а также преимущества в отношении внутренних налогов и сборов, которыми облагается производство, обработка и обращение импортированных товаров и так далее. Обсудить тему сегодняшней программы мы решили с уполномоченным по защите прав и интересов субъектов предпринимательства при президенте Республики Узбекистан Дельмуродом Касимовым. Два братских народа, два государства, которые ставили одновременно на новый этап, новый путь независимости, сегодня вместе вступают на новый этап развития. Таким образом, два наших братских народа вместе шагают по пути развития экономики на основе вечной дружбы и перспективы сотрудничества. Я хочу сказать также, что сегодня вместе наши два братских народа думают о перспективе экономического развития. По инициативе уважаемого президента Казахстана Нурсултана Абещевича, 2018 год в Казахстане, объявлен годом Узбекистана в Казахстане, которое стало укреплением нашей тесной связи между нашими регионами, сближением наших братских народов и активизацией культурного обмена. В сегодняшний день, вот в этом году только, в Казахстане 130 предприятий организованы совместно с нашим делаемым клиентом нашей страны. А в Узбекистане действует 362 предприятия, организованных, образованных, с участием казахского капитала. Только за последние полгода созданы 87 новых казахско-узбекских совместных предприятий. Это в четыре раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Я думаю, что установление связи между нашими регионами – это очень перспективная цель наших стран. И наша сотрудничество в сфере защиты прав предпринимателей имеет огромное значение для предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на территории наших братских стран. Я бы также хотел, что мы с нашими казахстанскими коллегами уже давно до этой встречи осуществляли сотрудничество в сфере защиты прав предпринимательства. Я также до этого сказал, я очень благодарен уважаемому моему другу господину Паламбетову Булатабу Касиновичу за ту причину, которая стала сегодняшим моего пребывания в республике Казахстан. Мы с начала своей деятельности на постоянной основе изучаем деятельность зарубежных институтов бизнеса омбудсмена. Также мы хорошо осведомлены деятельностью уполномоченных по защите прав Казахстана и его успехами в сфере защиты прав предпринимательства. Я удостоверился, что за столь короткий период уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана сделал очень много работ, которая позитивно отразилась на инвестиционной среде Казахстана. Вот мы вчера, позавчера подписали форум и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав предпринимательства. Я думаю, форум является хорошей площадкой обмен опыта в сфере защиты прав предпринимательства. Я уверен, что наше соглашение будет служить для представителей бизнеса от негативных проявлений при осуществлении ими предпринимательской деятельности. На сегодня у нас все. Увидимся через неделю. Спасибо, что были с нами. Удачи вашему бизнесу. Продолжение следует...